хорошо николай мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете сейчас радостно но спокойно чувствую гибкость во всем теле приятное теплое ощущение а главное я целый и чувствует целостность это дает мне спокойствие отлично у нас остались 10 вопросов к вашему куратору и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора николая это женщина снимается маски и голограммы фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем куратора учителя николая представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться очень приятно наблюдать за вашей работой благодарим я благодарю вас за то что пригласили меня вы можете обращаться ко мне луиса луиза приветствуем вас уважаемые луиса луиса приветствуем вас уважаемая луиса вы куратор николай да меня зовут влад это вера мы сегодня проводили чистку все убрали что можно убрать все вернули что можно вернуть. Остали 10 вопросов, которые Николай хотел бы задать своему куратору. Будете ли я так любезны, уважаемая Луиса, ответить на эти вопросы? Великолепно. Благодарю вас еще раз за эту встречу. Да, я дам ответы этой душе на вопросы, касающиеся ее развития. Благодарю вас. Первый вопрос. Кто я и из какой цивилизации? Какой прекрасный вопрос. Главное, своевременный. Своевременный, потому что это поможет в дальнейшем развитии, защите и уравновешенности. Ты так же, как и я, гибридная душа. Здесь необычное сочетание межгалактической души и энергии урана. Межгалактическая душа и уран. Благодарю вас. Межгалактические души относительно молодые, но очень быстро учатся. Развитые в своем создании. Энергии урана дают определенные энергии и знания этим молодым душам. Благодарю. Насколько мы знаем, среди моих учеников у нас есть тоже межгалактическая душа. Они очень быстро эти души учатся. Они, может, они приходят... Совершенно верно. В них заложены эти знания и тягу к развитию души. Отлично. Благодарю вас за это дополнение. Перехожу ко второму вопросу. Какой уровень моего высшего я? Уровень высшего я пока десятый, но он очень быстро стремится на одиннадцатый. Надо ему помочь. Благодарю вас. Третий вопрос. Вы знаете, простите, сразу на наше любопытство. Сколько лет моей душе? Такой вопрос. Я лишь хочу напомнить, что время везде тянется по-разному. Отвечая на этот вопрос, я буду опираться на земное время, которое сейчас тоже участилось в 27 тысяч лет. 27 тысяч лет. По космическим меркам. Молодая душа. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Сколько воплощений было у меня во всех формах? Воплощения не заканчиваются никогда. Душа постоянно воплощается, перевоплощается, отдыхает. Во время отдыха душа учится, анализирует, просматривает накопленные знания, сохраняет их и идет дальше учиться, переходя выше и становясь осознанней и расширяя свои границы сознания и понимания. Вы закончили? Да. Хорошо. Значит, такой ответ. Благодарю вас. Переходим к пятому вопросу. Как выглядят мои энергии? Это прекрасный вопрос. Я с удовольствием отвечу на него. Твои энергии выглядят как звездное небо. Именно так выглядят энергии межгалактических душ. Каждая чакра сияет своим цветом. Ты, наверное, ты можешь представить темное небо, на котором находится очень много звезд. Именно так выглядят твои чакры. Но звезды сияют цветами твоих чакр. Красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. Именно так выглядят энергии, которыми ты наполняешься. Что касается урана, здесь энергии близкие по цвету зеленого. Они могут быть как темные, так и светлые, яркие и цвета травы. Зависит от твоего внутреннего эмоционального состояния, уверенности в себе и твоего настроения. Эти энергии внутри тебя могут быть спирали образные или просто стержнем. Все зависит от тебя, в зависимости что ты собираешься с ними делать. Ты можешь расширить их и сделать просто большим светом, выходящим из твоих тонких тел. Ты можешь сделать этот свет больше, чем твои энергии межгалактической души. а можешь вытянуть этот стержень и направить в больные места, излечая. Также энергии урана несут память этого объекта и знания находящихся и прожитых там дней. Благодарю. Очень интересно. Благодарю вас, уважаемая Луиса. Я перехожу к следующему вопросу. Шестой вопрос. Какая задача у моей души в данном воплощении? Очень интересный вопрос. Задача души это всегда развитие и выбор правильного пути, доброты, милосердия, помощи, любви. Все, что я перечислила, требует соответственно защиты. Планета Земля очень способствует этому. Относительно недолгая жизнь, но душа может вырасти на соответственных этапах жизни, делая свой выбор в сторону добра или зла. Именно этим занимается любая душа на планете Земля. Повтори, пожалуйста, вопрос. Какая задача у моей души в данном воплощении? Да, именно такая задача. Выбирать правильный свой путь, распознавая соблазны и правильную дорогу. Именно этому учится душа. Выбирать этот правильный путь, твердый и уверенный, без соблазнов и ненужных, ненужной информации. Ее очень много вокруг тебя. Нужно выбирать твердую почву под ногами. Благодарю. Благодарю за это разъяснение. Перехожу к седьмому вопросу. Он вам понравится. Как мне установить диалог с моим куратором? Прекрасный вопрос. Так как в тебе уже много разных знаний, я бы хотела напомнить, что главное это тишина, спокойствие, внутренняя радость и уверенность. только с внутренними составляющими ты можешь найти правильный канал, правильную телепатическую волну для связи со мной. твоя 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 интуиция работает, но много информации, которой ты доверяешь. Я понимаю твою молодую душу. Она хочет доверять всему и учиться, но нужно найти, как я уже сказала, твердую почву под ногами. Слушай своей душой. душа подскажет правильность связь сознания и души. Самая лучшая подсказка анализ любой информации. Именно так выбирается канал связи с куратором. Телепатический в умиротворенном состоянии, спокойном, уверенном, позитивно настроенном. Эти вибрации легко доходят до меня и ответ соответственно идет моментальный. Я думаю, я понятно объяснила. Вы позволите два слова я добавлю. Вопросы должны быть короткие. Еще во время задачи вопроса он уже получает ответ. Очень важно ему знать об этом. Ему нужно знать, что все вопросы задаются в умиротворении. Это может быть длинный вопрос, на его этапе развития, но он должен быть осознанным. Вопросы не задаются в хаосе или на низких вибрациях. Это умиротворение и правильный позыв по открывшемуся каналу телепатическому. То, что ты сказал для новичков, совершенно верно. Здесь было много попыток связаться, но внутреннего спокойствия и целостности души отсутствие мешало этому. Мы называем такое состояние верхней альфы или легкое состояние альфы. Неглубокий транс, легкая медитация, расслабление полностью, безусловно, позитивный настрой, потому что все идет изнутри. и вопрос телепатически задается куратору, называя его по имени, так как ваше имя является тем ключом. Он его не знал, но вы чувствовали его? Совершенно верно. Но в нашем случае еще играют энергии межгалактических душ. Настраиваясь на эту волну, ты можешь представлять эти энергии по своим чакрам с гармонизированной тонкой тела. Это даст тебе правильный настрой. Благодарю. Цвета бы уже этих энергий зависали, то есть ему будет очень легко это визуализировать. Благодарю вас, уважаемая Алиса. Я перехожу к следующему вопросу, восьмому. Что я должен развивать в себе? Какие направления? Я не смогу конкретно ответить на этот вопрос. Это вопрос и выбор твоей душе. Ты не сможешь развивать направления, которые будут не по душе, душе. Душе сразу чувствует то, что ей откликается и какую дорогу она бы хотела выбрать. Я лишь добавлю в этом случае, что правильность информации и анализ должен присутствовать. Как я уже сказала, душа и сознание работают вместе. Душа выбирает путь, сознание оценивает поступление информации и ее качества. Благодарю. Очень интересная информация. Я благодарю вас, уважаемый куратор Луиса. Перехожу к девятому вопросу. Работа моего мозга очень сильно заторможена. В чем причина? Хаосе ты впитываешь много ненужной информации, не оценивая ее. Именно поэтому у тебя хаос, он покрывает тебя и твои энергоэнергетические центры. Не допускай хаос к себе, стать наблюдателем, оценивай предоставляемую информацию. Не допускай столько ненужной информации в голову. Все должно быть понятно. Если непонятно и ответа нет, ищи разные источники. Душа это твой индикатор, твоя интуиция. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Луиса. Остался десятый последний вопрос. Какой совет даст мне мой куратор на данном этапе моего развития? Искренне благодарю за возможность общения с вами. Я бы сделала остановку и медленно переварила всю полученную информацию, чтобы она улеглась внутри, сгармонизировалась. И только после этого можно идти дальше, изучая что-то новое. Это будет мой совет. Отличный совет. Благодарю вас, уважаемый куратор Луиса. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать его внутренний стержень, если он не активирован, это был бы самый лучший момент. О, все энергии активированы на тот момент, когда я рассказывала, как они выглядят. Вся визуализация и гармонизация произошла. Отлично, вы просто об этом не знали. Остался маленький нюанс, о котором вы не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение у куратора Луисы, будь ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее визит, за ее ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Ох, как же это приятно сейчас внутри меня. Очень приятная волна неожиданных энергий встрепенулась. Нам очень приятно, что мы смогли вас приятно удивить. Это неожиданно для меня и очень необычно. Приятно получать подарки. Благодарю вас. На этом месте передавайте пожалуйста привет от нас с верой вашему миру. Мы будем рады всем кураторам, которые, как и вы, достучитесь до своего подопечного. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, которые мешают развиваться, открыть эти двери, в которые они пойдут уже сами. Радостно от этих слов. Еще раз благодарю всех присутствующих за эту великолепную встречу. Мы благодарим вас уважаемый куратор Луиса. Мы не прощаемся. Возможно на каком-то этапе ваш подопечный захочет задать вопросы, познакомиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора на эту встречу. Возможно мы с вами еще увидимся. Поэтому я не прощаюсь. Да будет так. А так и есть. Рассинхронизируйся Верочка. Готово. Прошу прощения. Я просто наслаждаюсь моментом и энергиями в которых я пребываю. Благодарю вас за эту встречу. Во благо. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу переходим к чистке вашей квартиры. Биоробот Душа Биоробот Душа Биоробот Душа